дорогие друзья всем здравствуйте сегодня мы с вами поговорим об отпаривании пряжи из акрила обычно пряжа из акрила говорят что отпаривать нельзя но я вам сегодня покажу что при помощи паровой системы керхер которую вы можете приобрести у официального зелера в городе симферополь в интернет-магазине ссылку на который я оставлю по промокоду лорейн получить приятную скидочку когда мне не нужно ничего гладить ничего отпаривать то это просто мой любимый парочистик у которого очень вместительный бак воды и не убирая аксессуаров для уборки я подключила утюг к моему парочистителю и он превратился в паровую станцию это гладильная доска тоже фирмы керхер и казалось бы чего можно желать от гладильной доски для тех кто занимается трикотажем это кстати особенно актуально потому что это гладильная доска нажатием кнопки вправо надувает поверхность выдувая воздух гладить при этом просто восхитительно отпаривать трикотажные изделия тем более и нажатием кнопки вниз вся влага выходит забудьте о ржавеющих досках и мокрых верхних покрытиях при отпаривании при помощи этой замечательной доске ваше отпаривание станет просто праздником и даже глажение ненавистных рубашек вот у меня будущий плед из акрила я буду его отпаривать для того чтобы он был идеально ровным пледом из квадратов отпаривать акриловый плед я могу двумя способами способ первый это именно не касаясь посмотрите какой мощный пар и вы знаете ни одна паровая система не дает такого мощного это способ первый когда мы вообще не касаясь акрила подошву утюга отпариваем укладываем по выкройке шаблона но для того чтобы мы его с вами идеально ровно собрали и собранный плед нигде не топорщик важно его хорошенько все-таки отпарить проделываем то же самое нам поможет вот такая сетка для глажения приобрести такую сетку можно в любом абсолютно любом хозяйственном отделе эта сетка позволит вам не дать акриловая пряжа залоснится не даст ей поджариться итак приступаем укладываем сетку на акриловую пряжу и можем смело но не надавливая конечно же проходиться по этой сетке при этом акриловую пряжу вы не повредили но зато выровняйте свое вязание и кроме того подведете его контрольному образцу с учетом того что у меня это будущий плед пока образец влажный и теплый его еще можно и порастягивать парень мои детали продолжают лежать на гладильной доске керхи и при помощи воздуха детали будущего пледа просушиваются знаете мне так захотелось ярких красок в моей гостиной и моей мастерской тем более с приближением осени и зимы что я решила побаловать себя вот таким вот ярким где-то этническим пледом если вы хотите вместе со мной связать и себе такой плед на который можно использовать любые остатки пишите в комментариях мы с вами обязательно с удовольствием устроим совместник конечно же квадраты можно было бы соединять и в процессе вязания как я сказала плед из остатков а мы как правило с вами не знаем на что хватит остатков итак дорогие друзья я предлагаю вам совместник по вязанию этого чудо настроения пледа если вам приглянулась вот такая вот паровая система те кто из симферополя обращайтесь в магазин по улице севастопольская 30 называйте промокод лорейн и получайте приятную скидку на вашу покупку подписывайтесь на наш канал если вы все еще не подписаны пишите в комментариях о том что бы вам хотелось узнать еще присоединяйтесь к нам в социальных сетях и вяжите вместе с нами и и и и и и